Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся с вами на открытии выставки, приуроченной 85-летию со дня рождения основателя кафедры русского народного песенного искусства Игоря Алексеевича Волкова. Эта выставка проводится в рамках 9-го международного фольклорного фестиваля «Как на речке было на фонтанке». 9 лет назад, даже больше, впервые в сенах нашего института начался этот удивительный проект, и появился он благодаря инициативе и поддержке нашего ректора Александра Сергеевича Тургаева. Это удивительное явление. За эти годы наш конкурс преобразился, он стал более массовым, он стал более организованным. В нем принимает участие все больше людей, которые занимаются изучением народной культуры в разных вузах и средних специальных учебных заведениях России. В этом году заявки на участие в конкурсе подало более 250 человек. Это самое большое количество участников за все годы проведения конкурса. Выставка, на которой мы находимся, она была организована благодаря очень большим усилиям коллектива кафедры, коллектива института. И нужно сказать, что как конкурс, как сам конкурс, так и выставка – это дело всего института. В нем задействованы практически все структуры, начиная от ректора, деканата факультета, проректоров нашего института, проректора по научной работе Ирины Николаевны Белобородовой, проректора по учебной работе Аллы Александровны Смирновой, Леонова Владимира Андреевича, и Шукшина Сергея Ивановича, как первого проректора нашего института. Мне очень радостно, что именно в рамках «Девятой фонтанки» проходит этот конкурс, проходит открытие выставки. Эта выставка высветила основные страницы жизни Игоря Алексеевича Белобородова, начиная от его фотографии с самого юного возраста и заканчивая его работой в Воронежском хоре, руководителем которого он работал последний год своей жизни. Я думаю, что у нас будет возможность по-настоящему ощутить вот всю красоту Игоря Алексеевича Волкова в том творчестве, которое будет представлено на конкурсе, потому что даже выпускники кафедры специально конкурсу подготовили несколько песен, и они прозвучат сегодня на нашем открытии. Я с удовольствием передаю слово ректору нашего института Александру Сергеевичу Пухаеву. Спасибо, Леонид Иванович. Как всегда, сказала вам все, вы все. А я с удовольствием беру слово. Почему? Знаете, сейчас много разговоров о сохранении культурного наследия. Кто-то что-то реконструирует, кто-то делает вид, что реставрирует. На самом деле, для меня культурное наследие – это люди. Если мы помним о людях, которые были в основе и остаются в основе нашей культуры, если мы чтим их память, если мы продолжаем их дело, то все остальное – и реконструкция, и реставрация – все это приложится. Я, к сожалению, не был знаком с этим человеком, но я его очень хорошо знаю. Потому что с первого дня моей работы в нашем УЗИ, может быть, первым человеком, о котором мне рассказали, да даже не в том дело, что рассказали, а как бы всегда чувствовалось, что этот человек жив, он на кафедре, он с людьми, которые продолжают его дело, и он как бы в процессе творческом. Повторяю, с самого начала работы в УЗИ я знал Игоря Алексеевича Волкова, у него полное ощущение, что я с ним знакомый, и вообще мне так часто о нем говорили, и так часто я как бы в контексте всего, что мы делали, ощущал его влияние, что кажется он мне близким и родным человеком. Вот вчера смотрю телевизор, показываю танон северного русского народного хора. Читаю, концертмейстер Ю Юркин, выпускник нашей замечательной кафедры, и таких случаев сколько угодно. Действительно, фестиваль, о котором упомянула Вера Матвеевна, в этом году проводится в особых, по объективным причинам, условиях. Но даже в этих особых условиях он как бы расширил зону своего влияния, достал более весомым еще и авторитетным, и привлек еще большее количество участников. Для меня это еще одно свидетельство того, насколько популярен, непопулярный сегодня в средствах массовой информации жанр, насколько любит его народ, насколько хотят люди видеть, слышать то, что ментально для них важно, что ментально ее присуще. Но фестиваль, который мы мыслили в режиме оффлайн, он был поширен, посодержан. Но вот в том режиме, в котором мы сегодня работаем, я уверен, он станет погружен. Несмотря на то, что некоторые мероприятия, которые мы планировали, пришлось отменить по объективным обстоятельствам, но некоторые стали еще более глубокими и более содержательными. Я желаю всем участникам фестиваля, безусловно, прежде всего участникам конкурса народного песенного искусства, успехов, удачи. Я надеюсь, что это будет таким же праздником, каким обычно это событие и было в нашем УЗИ. А то, что касается Игоря Алексеевича, но у нас год юбилей, и его юбилей, и юбилей кафедры, и всего, что приближается. Поэтому я надеюсь, мы весь год будем возвращаться к имени этого замечательного человека. Повторяя дело, мы не отходим ни на минуту, а имя его еще более яркое, содержательное, будем вспоминать весь год. Весь год, наверное, запланируем еще несколько мероприятий традиционного для нас творческого характера и проведем, и не только на площадках нашего УЗИ. Собственно, знаете, вот, как говорится, для широкого экрана, то, что сейчас происходит, это очень важно. Потому что я иногда смотрю на события, которые подаются как вселенские, чуть ли не с мировой значимостью, и мне не кажутся они такими важными, значимыми и теплыми, каким для меня является вот это. Может быть, на чей-то взгляд и скромная, а на мой взгляд, весьма представительная и высокая. Дело не в ее размерах, дело не в том, что на нее там не придут миллионы зрителей, а дело в том, что имя Игоря Алексеевича Волкова, дело его, они как бы сплелись с делом многих и многих людей. Они составили жизнь поколения, понимаете? Жизнь десятков сотрудников нашего, жизнь сотен студентов, выпускников, капельных. Вот для меня это и есть традиция, для меня это и есть память, и прекрасно, что мы участвуем в ее сохранении. Спасибо. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Позвольте представить слово человеку, благодаря которому в нашем институте сложился очень прекрасный проект Ольга Анатольевна Игнатьева, кандидат исторических наук, доцент. Она автор, она же и куратор выставки, которую сегодня мы открываем. Ольга Анатольевна, скажите, пожалуйста, несколько слов. Уважаемые участники флоткуса, коллеги и герои студенты, мы представляем вашим вниманием уже 15-ю выставку в рамках творческого проекта «Мой институт, моя судьба». Характер выставки часто определяется характером ее героя. Игорь Алексеевич Волков – человек удивительно теплый, светлый, праздничный, человек широкой души и очень красивый души. Я надеюсь, что вы это поймете, глядя на представленные здесь старые, отреставрированные нами фотографии. И я хочу сейчас здесь претично поблагодарить людей, которые причастны к созданию этой выставки. Во-первых, мы благодарим студентку 4-го курса кафедры кино и фотоискусства, факультета искусств, Юлию Попову, которая работала с архивными фотографиями и готовила их для печати, оформляла их. Во-вторых, я должна поблагодарить педагогов кафедры русского народного песенного искусства Татьяну Владимировну Шастину, Марину Анатольевну Кузнецову, непосредственных учениц Игоря Алексеевича Волкова, которые представили нам материалы, архивные материалы, подлинники документов, связанных с жизнью, с судьбой Игоря Алексеевича. И также я хочу поблагодарить нашу библиотеку, которая помогла нам собрать книги, посвященные Игорю Алексеевичу и его любимому детищу, а именно кафедре русского народного песенного искусства нашего Муза. Спасибо. Дорогие друзья, наш конкурс, как на речке, был на фонтанке, традиционно объявляется открытым. До встречи на конкурсе.